Гениальное произведение Михаила Булгакова, написанное им в 1925 году, и гениальный фильм Владимира Бортко «Собачье сердце», снятый в 1988 году. Много толкований, много рецензий. Я позволю себе высказать некоторые мысли, пусть не сетуют на меня строгие зрители. Это всего лишь мое мнение. Вопрос, который я поставил перед собой, довольно простой. Есть ли в этом произведении положительные герои? Давайте посмотрим. Все персонажи фильма можно сгруппировать вокруг двух главных героев, профессора Преображенского и председателя домкома Швондера. К кругу Преображенского мы отнесем ассистента профессора доктора Барменталя, кухарку Дарию и служанку Зину. С небольшим допущением можно причислить дворника Федора. Профессор Преображенский вроде бы вызывает симпатию, особенно когда он произносит свою знаменитую речь о разрухе, старухе с клюкой, как он ее называет. Но, если внимательно понаблюдать за профессором, то перед нами предстанет не большой ученый, а скорее деляга, который использует научное открытие, чтобы набить свой карман. Преображенский, ругая новую власть, тем не менее не гнушается зарабатывать в новой России, пользуясь при случае связями в верхах. Как это все напоминает нынешних бизнесменов и шоуменов. Просто гениальное предвидение Булгакова. Группе Швондера отнесем Пеструхина, Жаровкина, Вяземскую. Это олицетворение новой власти, которая противостоит старому миру, прежде всего интеллигенции во главе с Преображенским. Их противостояние является основным в фильме. Кто такой Швондер? Типичное быдло, получившее право решать судьбы других. Он со своей группой готов расстреливать только за то, что люди мыслят иначе. Только покровительство большого начальника спасает Преображенского от расправы. Кто такой Пес Шарик? Это неразбуженные стихийные массы России, неграмотные, живущие, скорее выживающие, в диких условиях революционного катаклизма и получающие удары кирпичом по ребрам или ведро кипятка на свою шкуру. Получив от профессора Преображенского шанс на осознание себя как человека. Пес Шарик, уже гражданин Шариков, полиграф Полиграфович, должен сделать выбор, с кем ему быть. За его выбор сражаются две силы – новая власть и интеллигенция старого мира. Видимо, для того, чтобы стать человеком, мало дать разум, надо дать еще и душу. Кого он видит в Преображенском? Может ли профессор служить для него примером? Нет? Похабная квартирка. Эти мысли пса основываются на простом природном инстинкте, и они верны. Шариков идет другой дорогой, которую показал Швондер. Эта дорога начальника отдела очистки. Его удел – удушение котов, мысль о том, как все взять и поделить, и игра на балалайке в трактирах. Как мы видим, ни Преображенский, ни Швондер не могут считаться положительными героями. Может быть, доктор Барменталь? Но этот ассистент профессора готов служить ему верой и правдой только за то, чтобы профессор упомянул его в своих работах. Потому как сам доктор не является, по сути, даже хорошим ассистентом. Помните, как на него кричал Преображенский во время операции на собаке? С этим фильмом явно определился рубеж между голубой кровью, обожающих профессора Преображенского, и пролетариатом, защищавшим Швондера. Кто есть Преображенский, так хорошо изображенный великим Евстигнеевым? Гений, желавший преобразить и изменить человечество, или хладнокровный экспериментатор, не жалеющий никого ради достижения амбициозных планов? Кто более противен, доктор, омолаживающий богатеев у тебя дома за червонцы, или Швондер, представитель новой власти, выполняющий свои задачи по наведению нового порядка? Все эти вопросы не прекращают задавать зрителей фильма режиссера Бортко. Если сам Булгаков делал иные акценты в своей книге, то Владимир Бортко четко выдавал линию, модную в конце 80-х. На этом у меня все, друзья. Не забываем подписываться на канал. Ну а если решили подписаться на канал, то уж нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч!